Она стоит у вас с сентября продается И уже ремкомплект просто заваривается И все равно она покраска идет Еще их уговаривают, что они нам продали за 15 тысяч рублей Ребят, всем привет! Сегодня хочу поискать очередную бричку на перепродажу Бюджет у меня до 50 тысяч рублей Честно говоря, Лана и Соматиза уже что-то как-то надоели Поэтому сегодня хочу поискать что-нибудь старенькое В общем, сейчас приступаю к поиску А вам желаю приятного просмотра Итак, нашел вот такой интересный автомобиль Мазда 92-го года Цена стояла 70 тысяч рублей Сейчас стоит 45 Прям недавно понизил цену человек Так, по описанию На ходу много что нового Необходимо некоторые вложения Срочная продажа В общем, сейчас хочу позвонить хозяину Цена потому что интересная Так на фотографиях В принципе За свои деньги неплохо выглядит автомобиль В общем, звоню хозяину И у него уже Уточняю по поводу этой машинки Алло Здравствуйте, автомобиль продается? Да-да, продается Расскажите Ну, разу восхождение Резина не новая Но брал баушную Принч-соун То есть оно нормально Она еще может сезон 2 даже объедет Так а что, проблему пыльник шру закупить что-ли? Нет Просто Мне лень Я не продаю ее По электрике все работает? По электрике Контената заправлять Листерчики АБС Короче, у меня провода Одных оторвало Их либо паять Либо новые покупать Так По цене-то что будет за нее? Сторг-соу Это крайняя цена, да? Да, это уже крайняя, просто сейчас Деньги нужны Открыть никого Ну, я говорил, да? Поглядь в шаронки, да? Стройки, да? Это что-то, походу, это перебор, мальчик Бамперы тоже, да? Ну, я его, как мне кажется Боксик-то можно облить А что-то там на фотке-то не видно, что он треснут Бамперы Уже, короче, недавно въехали Много чего-то недавно, да? Еще появилось-то Закон И лох на крышу Что, все, аккумулятор? Мне кажется, она подаваться просто не хочет никогда Давай сразу капот откроем, посмотрим Да, давай Здесь вообще смысл, дальше что-то смотреть Откроешь? Так а что ты про крышу-то не сказал? Я говорю, лак облазит Здесь все ровно А что с аккумулятором? Там все уже, да? Мертвый прям? Да, аккумулятор сдох Ну, сейчас, короче, это самое Двушка, да, движок-то? Да Двушка в обратный шестер Может, мы ее сюда выкрутим, чтобы пусть там не лазить с той стороны На нейтралке прям Ну и все, хорошее А электрика-то что, вся работает, кроме кондиционера, ты говорил? Да, кондей и АБС, потому что датчики порвала Но так на ней уехать можно, да, ты говоришь? Блядь, я бы не рискнул, если честно Блядь, мы мало ли надо, шрус вывали Там опаска Ебаный малин Ну, я думаю, вы пробивали, нет? Кого? Мне машину Мне в жопу въезжали недавно Как недавно-то? Ты ка, чё не сказал-то, что в жопу-то въезжали? За такую цену, блядь, как бы, я думал, тут даже вообще не актуально Ну, не, а чё, она закрывается Закрывается, то есть, всё Стыки, блядь, они едо аварии такие были Фары целые А как в жопу въехали, а она закрывается Интересно, чё-то Я её чуть поправил Поправил чё-то А это чё, на место не садится просто или чё? Да, чуть-чуть, чё Тут видишь, сама вот эта хуйня чё-то Ну, короче, блядь, нужно было её, ну Надо бы её нормальной гидравликой поправить А хотя бы чё-то А где там, вот здесь, ты имеешь в виду? Здесь на меня просто хозяин Чё-то мутил Блядь, короче, надо завести машину Это всё не то Развести машину Можешь спросить, провода Мы сейчас ещё подъедем, прикуримся Не, ну так-то она вообще бодрая, да? Ага Для 30 тысяч Как под жопу, то есть Ну Он говорит, стоек нет там, да? Эт, ты видишь, вон какой валярка Я плохо на дверях вис, честно Он, ну знаешь, что сказал? Порог здесь гнилый Варит, наверное, он мне говорит Ну, они под пластмассой-то неизвестны Да нет Единственное, знаешь, что он мне наврал-то? То, что Там фотографии, там жопут нормально А это он уже недавно ему въебались Здесь всё вообще было, зебились По машине Этой хуйни не было Торп сейчас будет сразу? Конечно Слышал она, блядь Я её пытался Да, у меня нет проводов-то воздействия Не знаю, посмотри Может, если есть, прям, заедь сюда Блядь, ты мне что про крошу-то не сказал Что она облезла всё А это не течёт Давно-то не ездит уже Не, почему? Блядь Ну, может, три дня Максимум Три дня Наверное, два-три дня Ну, два дня обычно Да, а сколько ключ? На тринадцать? На десять Так Плюс Блин, он вообще не влезет Этот аккумулятор, мне кажется Боже, с Богу нам чист А, да, сейчас Нормально Так, это плюс, да? Во! Тихо-тихо, не так сильно не надо Не слышно, что там в подвеске Подвеска, да, гремит Тихо-тихо, не так сильно не надо Не, почему? Я менял шруса, менял Что ещё? Стойки стабилизатора Бампером, он трехнул чуть-чуть А потом, ну, сюда газон въевал Бампер Газон? Ну, чуть-чуть Газон, да Чуть-чуть Чуть-чуть У газона там бампер железный Сужок разобьёт Ну, не вот прям, чтобы сдура Он так, километров пять Здесь Так, чуть-чуть Сразу На полушучки На полушучки, да? Смотри, смотри Я вам ничего не навязываю Да, я понимаю, что вы приехали Да, то есть, как бы мой контакт Но после того, чтобы он не сказал, что там жопа кривая Ну, блядь За цену автоваза Смотри, думай, если тридцатка пойдёт Сейчас договор напишем И я поехал Если доеду Тридцать две Не Подумай тогда Тридцать две Нет Он может их выяснить Мне тогда надо сейчас Собрать инструмент Да не вопрос Давайте поможем В общем, вчера вечером Забрал я Мазду За тридцать тысяч рублей Изначально Цена за неё была Семьдесят Потом человек Снизил цену до сорока По телефону Я с ним договорился На тридцать пять И уже по факту Сторговались до Тридцати тысяч рублей Если честно За тридцать тысяч рублей Я считаю, что это Лучший вариант Который я брал На перепродажу Машина Девяносто второго года Комплектация В комплектации Есть всё Есть кондиционер Кстати, который работает Муфта включается Просто нужно заправить его Есть четыре стеклоподъёмника Электрорегулировка зеркал Есть подушка безопасности Есть люк Который не течёт И всё чётко вообще работает Ну, навряд ли, что в Жигулях Вообще За тридцать-сорок тысяч рублей Человек найдёт Хотя бы близко чётко К такой комплектации Да, там максимум Что будет Это передние стеклоподъёмники Подогрев сидений И даже гуру не будет В общем, какие вложения Нужно сделать с этим автомобилем Чтобы выставить его на продажу У него вылетал шруз Левый Он его поставил на место Но не поставил штопорное кольцо И пыльник В общем, отдал он мне шруз Шруз вот лежит вот здесь Нужно съездить в сервис Короче Скинуть с этого шруза пыльник И скинуть штопорное кольцо Поставить на этот И по кузову, если по вложениям Сейчас я вам покажу Я вот пока не знаю Что сделать здесь с крышей Если у вас есть какие-то идеи Напишите в комментариях Так как здесь слез лак Вот Так, в принципе, по кузову Ещё из косяков Это Вот здесь небольшой рыжик На левой арке Вот здесь отколото Но это мы вчера уже, короче, откололи Часть Часть лежит Вот она, да То есть её нужно просто приклеить Вот так вот Так, ещё по косякам На фотографии у него не было Вот этой трещины Так как ему догнали немного В заднюю часть То есть в бампер Вот здесь бампер треснутый Я не знаю, что делать, не делать Вот это С правой стороны В принципе, вообще косяков нет Внутри дверей Ни на одной двери Нет даже ни одного рыжика, короче На машине Я считаю, 92-й год В таком состоянии Это вообще неплохо, да? Вот так вот Есть неплохая музыка Есть сигнализация с автозапуском В общем, машина за 30 тысяч рублей 92-го года Ну, спереди есть, да, вот здесь вот косяки Ну, блин, это не та машина, я думаю Чтобы тут что-то красить бампера Что-то с ней такое глобальное делать Ну, вот с крышей не знаю, что придумать На этом видео заканчивается Сейчас поеду в сервис Буду разбираться с шрузом Все подробности будут уже в следующем видео По полной подготовке автомобиля По его продаже Посмотрим, за сколько я смогу его продать Сколько заработать В общем, обязательно подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите комментарии Напишите в комментариях, что бы вы сделали с крышей Может, есть у кого-то какие-то советы Там, идеи Обязательно пишите Не забывайте подписываться на мой инстаграм Там все тачки, которые я не успеваю смонтировать Там, выложить на ютуб Все там Спасибо за просмотр Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok